Как мы уже сообщали, 14 апреля в 10.40 утра на пересечении улицы Фадеева и Волоколамского проспекта произошла страшная авария. Столкнулись автомобиль Митсубиши Паджеро и машина реанимации скорой медицинской помощи. В аварии погибли и пострадали люди. Всего погибших два человека, пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести, трое находятся в тяжелом состоянии, им оказывается необходима медицинская помощь. Прокурору Московского района города Двери лично осуществлен выезд на место происшествия с целью координации работы правоохранительных органов и специальных служб. По уточненным данным, иномарка двигалась по Фадеева со стороны Терещенко в направлении улицы Александра Завидова. Управлял Митсубиши 23-летний мужчина, житель Твери, официально безработный. Скорая с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом ехала по Волоколамскому проспекту в направлении Октябрьского проспекта. Реанимация двигалась по встречке. В карете скорой, помимо водителя, находились врач и фельдшер. Медики спешили на помощь больному с инфарктом. Я выходил в Сбербанк. Я оборачиваюсь, ну, слышу, сирену слышу. Маячки, сирену я слышу. Поворачиваю, смотрю, в момент удара я не видел, только хопок. Услышал хопок и люди разлетели с каждой стороны. Одна мне под машину, одна сюда, одна туда. В результате столкновения машины выбросило на тротуар, где находились пешеходы. Скорая перевернулась. Троих пешеходов отбросило Митсубиша. Иномарку остановил киоск Союза Печати. Мы ехали вот оттуда, вот сюда. Повернули со спортзала на тростепенной улице, получается. Ехали сюда, наверное, километров до 60. У знака «Уступи дорогу» услышали скорую. Потому что едет скорая ехала около светофора. То есть, ну, плюс-минус одинаковое расстояние. И те, и те ехали где-то 60. И уже затормозить не получилось. Водитель скорой медицинской помощи, 60-летний Сергей Шевченко, скончался на месте. Сергей Васильевич около 20 лет работал на скорой. Был опытным водителем. Водитель иномарки, трое пострадавших пешеходов, врач и фельдшер скорой, с места аварии были доставлены в больницу. Спустя час в реанимации скончалась одна из пострадавших. Пешеход, 69-летняя женщина. По-прежнему в реанимации остается водитель иномарки и одна из пострадавших. Пешеход, 22-летняя женщина. В отделении нейрохирургии лечится еще одна женщина-пешеход, 46-го года рождения. Врач и фельдшер реанимации после оказания медицинской помощи в тот же день отпущены домой. Следователем специализированного следственного дела Следственного управления УМВД России по Тверской области по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры. Мы еще раз обращаемся к водителям. Пропускайте машины скорой, спешащей к больным. Проявляйте уважение. Посмотрите, каким последствиям может привести ваше нетерпение и спешка. Моги аккуратнее!